Глава Приморья Олег Кожемяка подтвердил намерение администрации края помочь дольщикам, у которых годами длятся разбирательства с застройщиком. Только во Владивостоке шесть таких адресов. В рио губернатора посетил проблемные объекты и заверил, что по каждому из них будет найдено решение. Тему продолжит Всеволод Крапивин. Дольщики Пихтовой 35 рассказывают главе региона Олегу Кожемяка о состоянии своего дома, самого проблемного долгостроя Владивостока. Его начали возводить в 1993 году, но до сих пор здание не сдано в эксплуатацию. Часть дольщиков уже давно заселили свои квартиры, сделали ремонт и живут в недостроенном доме, потому что больше негде. Сейчас на Пихтовой устанавливают новую электрокотельную, которая будет обогревать многоэтажку зимой. Чтобы вместе разработать план достройки дома, Олег Кожемяка пригласил дольщиков на встречу в администрацию края. Достройка, раз. Как ее решить? Б. Значит, двойные или тройные договора, которые справа. Каким образом ее решить? Будет представитель прокуратура сюда. Мы это выделим. И начнем что-то с чего-то решать. Следующий адрес Грибоедова, 46. Для этого дома уже нашли нового застройщика. Несмотря на плачевное состояние здания, его могут завершить через год. А сколько времени, чтобы достроить нужно? Мы считаем, порядка года. А внутренняя отделка тут? Ничего нет. Дольщикам ЖК «Одиссей» на Змеинки на достройку требуется 100 миллионов рублей, половину из которых можно получить, продав свободные квартиры. Застройщика, который займется отделкой дома и благоустройством территории, уже нашли. Работы много. То есть фасад нужно закончить. ТП самое главное, с электричеством. Мы ждем уже. Дорогу сделать? Много всего еще сделать. Ну, хотя бы вот эти два пункта, самых главных. Стройка ЖК «Лайф» на улице Лесной пока стоит. Застройщик заявил, что деньги у него закончились. Для этих домов тоже нашли компанию, которая готова завершить строительство. Осталось получить согласие на это у всех дольщиков. А на проблемных домах в Снеговой Паде уже месяц работает новый подрядчик. На достройку комплекса из шести многоэтажек потребуется больше полутора миллиардов рублей. Чтобы компенсировать расходы, строительные компании выделили соседний участок земли под собственное строительство. Дольщиков всех долгостроев Владивостока Олег Кожемяка пригласил на встречу в администрацию края, чтобы подробно рассказать о том, как планируется решать проблемы по каждому адресу. Они смогли задать все интересующие их вопросы представителям жилищной инспекции и профильных департаментов. Будем двигаться так, чтобы было понятно, что есть перспективы окончания этого вопроса, есть перспективы получения жилеохода через год, год или через полтора. Но самое главное, что идет движение, вы это будете видеть. За каждым долгостроем в администрации края закрепили кураторов. Профильные вице-губернаторы раз в две недели будут выезжать на стройки и контролировать ход работ. Раз в месяц глава региона будет лично встречаться с дольщиками. Это очень полезно, это позитивно и, по крайней мере, при решении этой проблемы нужен диалог, потому что от дольщиков исходит инициатива тоже встречаться с властью. Наконец-то нас услышали. Мы наконец-то услышали алгоритм действий, мы услышали то, что наша проблема не будет оставлена без внимания, и мы дальше продолжим достройку нашего дома, и что в скором времени мы получим достойное жилье. Администрация края будет не только контролировать работу новых застройщиков, но и помогать им во всех вопросах. Например, может привлечь дополнительное финансирование в кредитных организациях или помочь проложить коммуникации. По мнению главы региона Олега Кожемяка, только общими усилиями можно сократить время достройки проблемных домов. Всеволод Крапивин, Павел Филатов, Панорама.